Роман Тябун Зудерне Роман Тябун Зудерне Роман Тябун Зудерне Роман Тябун Зудерне Тому спасибо, кто бросил меня однажды посреди дороги, темной лесной дороги. Я помню, как серые волки выходили на мой запах. Это был запах не страха, всего лишь непонимания, всего лишь оцепенения и немножечко голода. Но делить во мне было нечего, даже, пожалуй, главному было бы недостаточно. И тогда сценарий сломался. Главный сказал, танцуй самый безумный танец. И если он мне понравится, увидишь, что будет дальше. И я танцевала, помню, самый безумный танец. Не от страха, конечно, а чтобы не чувствовать голода. Я танцевала и думала, после такой истории, какая к волкам разница, что я увижу дальше. Она могла бы в кожаной куртке ехать на мотоцикле, Но она в нейлоновом фартуке режет лук. И это не потому, что у нее нет мотоцикла, А потому, что жизнь — странная штука. Он подойдет, возьмет тебя за руку, Скажет, пойдем, покажу что-то. И ты пойдешь, и будет не страшно, Потому что он не из тех, кто заводит. Он из таких, кто выталкивает на поверхность. И будет свет, торшер, люстра, четыре светильника. Будешь бронить осень, ожидать весну. Что есть и что было, все внутри холодильника. Это контракт, детка. Пункт второй — безопасность. Первый — тоска по дну. Говорит, любовь — это амплитуда между чувством вины и яростью. Или, может быть, между жалостью и желанием сделать больно. В крайних точках своих маятник достигает предела отчаяния. И тяжесть отчаяния заставляет его качнуться в другую сторону. И пока он свободно падает, Пока он летит до второй крайней точки, От ярости до вины, От жалости до желания сделать больно, Тебе вполне выносимо. Ты думаешь, что любишь. Некоторым повезло. У них сразу были свои. От рождения, Скупание в ванночке и от веток. Дядя Коля, Тетя Наташа, Все рисовые, Иркина свадьба первая, На которой невеста бросала конфеты. Еще одна свадьба, Где все дети залезли под стол, А Сергей напился и кричал, Что Лена проститутка. Потом вот эта третья жена Дедолика, Которая Женя и Игоря устраивала в институт. Некоторые в августе со своими отправлялись на юг. Покупали два соседних купе, А то и четыре. Было то весело, То дрались с этими двоюродными. И жаловались бабушке, Когда Женька конфеты стырил. А ты помнишь, Когда жила в гражданском браке с Пашей? Помнишь, Паша на тете сказала ему однажды, Ай, мы женимся, Была б уже девка наша. И ты подумала, Что никогда их не станешь. А другие мамы Растили кабанчиков. А другие мамы Разводились с папами. А другие мамы Шили по выкройкам. А другие мамы Вязали вязаные. А другие мамы А другие мамы Смеялись с подругами. А другие мамы Не пускали вечером. А моя мама У окна стояла. Когда не работала, У окна стояла. Когда не плакала, У окна стояла. Ночью поздней У окна стояла. Бывало, До утра У окна стояла. У меня до утра Не получается. Година пик В своих норах Кируется мать. Тягнут торбы. В торбах яйки, Молоко, Рыба, Хлеб и батон, Капуста, Грибы, Куриная печенка, Майонез, Консерва, Паральный порошок, Туалетная папера, Яичные прокладки, Шкарпатки мальки, Детям киндеры, Мужу пиво, Яблоки, Груши, Мандарины, Хурма. Кируются до своих норов. Мати, Мати кируются до своих норов. Некоторые мати обранутые. Здорово. Некоторые мати обранутые. Станно. Некоторые мати обрагутые. Мати обранутые. У политори шапки, У ступенки, Боксы, У корицы, У пальчатки. Пара-барам, Па-барам, Пампава, Штаны, Колготки, Кабинашки, Майки, Тепные ретузы, Шкарпатники, Станники. Кируются мати до своих норов. Кируются со своими заборами, Со своими зоями, Гемороями, С кемоглобидами, Неже из-за норму, С гигромами, Фибромиемами, Тиреюидитами, Аденомами, Маститами, Холитиститами, Любалгиями, Смеяситами. Некоторые мати Опероманы на баррикоз, Они, которые на аптасах Скошить козами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если родители, То мама или папа, Если ребенок, То девочка или мальчик, Если война, То хорошие и плохие, Выбор такой почти абсолютный, Без третьего. Если дерево, То тополь или береза, Если мясо, То курица или свинина, Если море, То черное или балтийское, Это такой относительный выбор, Условный. Но случается так, Что совсем без выбора. Например, В седьмая палата, У выхода гойка, В двадцать три, В дежурной сестре, На уколы. И сосед-алкоголик, Всегда почему так, Володя. Субтитры создавал DimaTorzok Не сегодня и не в двенадцать, Но превратится в тыкву, Превратится в фартук, В снотворное, В крем от морщин, В упругую грушу тонометра, В пачку рецептов, На вещества, Которые вместо любви. И если он отыщет тебя С этой туфеликой, Забавной будет Ваша счастливая встреча. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нам не нравилась жара, Потому что было жарко, Потому что было жарко, Нам не нравилась жара, Нам не нравятся дожди, Потому что стало мокро, Потому что стало мокро, Нам не нравятся дожди, Нам не нравятся ветра, Потому что очень дует, Потому что очень дует, Нам не нравятся ветра, Но мне нравится снега, потому что мы не знаем, почему, но точно знаем, нам не нравится снега. Если бы не было необходимости все делать как нужно, если бы не нужно было выглядеть нормальными людьми, я не была бы вынуждена оберегать от нее моего мужа. Я бы сказала, подруга моя, хочешь моего мужа? Возьми. Позвонил и напомнил, что творог тебе нельзя, что помнишь, как плакала, каялась, обещала. Конечно, конечно, помню, сказала, да. Я же тебе клялась, слово давала. Ну ладно, сказал, приеду, увижу, что там. Держись, осталось всего два дня и две ночи. Ты же знаешь, если унюхают ворох, больше уже ни капельки не захочешь. Конечно, конечно, что ты сказала, что ты? Я о нем вообще не думаю, даже за чаем. Хорошо, сказал, молодец. Ну ладно, котенок, объявили посадку, пойду. Вай-фай включается. Родные мои, возьмите меня по кусочкам съешьте. Мама, тебе мое сердце, печень моя, мозг. Папа, тебе милые тазобедренные суставы и мякоть на них, вся мякоть, которая там есть. Брат, возьми мои пальцы, безумно вкусных подушечки. Сестра, для тебя лопатки. По племянам плечи, шею мою, позвоночник. Сын, тебе предлагаю, голени, бедра, прочее, просто отдайте бедным. Но если еще что-нибудь захочет брат, пусть берет. Я бы тоже, наверное, прогнала из своего сада того, кто сожрал самое вкусное или самое красивое или дорогое мне по какой-то иной причине. В любом случае, если бы я его предупреждала, вот этого, пожалуйста, не трогай, а потом пришла и увидела, как на траве валяется одна шкурка, конечно, я бы тоже рассверепела. Вон, сказала бы я, негодяй, из моего сада, ты забрала у меня вот это самое дорогое. А я ведь просила тебя, предупреждала. И я бы так разозлилась, что орала бы все громче и громче, и гром бы вторил моему праведному гневу. И этот несчастный, с недожеванным этим его горле, бежал бы к воротам, пока я не спустила отсыпанных ангелов. И на этой оптимистической ноте коллектив нашего санатория предлагает вам маленький перерыв десятиминутный. Аплодисменты Ты спросила, почему мне нравится губной гармошки? Я довольно легко отвечу на твой вопрос. Во-первых, он старый, во-вторых, некрасивый. В-третьих, играет на губной гармошке. Вот если бы ты спросила, за что ты мне нравишься, было бы ответить неимоверно трудно. Потому что если бы это было не сейчас, я бы целовала бы тебя в губах. Но сейчас совсем другая жизнь, и я никак не выберусь к стоматологу. Поэтому спрашивай меня незначительно. Спрашивай, почему это горботило? Засыпать не хочется, но надо, чтобы не пришел ужасный страх. Но приходит мастер Леонардо с кисточками шерсти на ушах. Мастер-мастер, он меня услышал. Он меня целует, как подругу. Говорит, большое неподвижно. Малое вращается по кругу. Мастер-мастер, ты почти как люди. Ты меня во сне лишаешь сна. Говорит, не знай, а то полюбишь. Если хочешь разлюбить, узнай. Хочешь сделать мне весело? Я делаю вид, что мне весело. Женщины научились этому в процессе культурного развития. Имитировать, в общем-то, довольно просто, если усвоила несколько гримасных звуков. Когда ты спрашиваешь, ну что опять задумалась? Я думаю, есть ли еще в мире хотя бы одна шутка, которой не нужно подыгрывать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Два домы стоять. Один одного нас убрать. Один высокий шары, другие высокие руды. По межиме дорога, припызок троллейбусов древы. Досить широкий, зручный ходник сбоку широго дома. Да к першим был у меня не дом руды. По узким ходнику мы до него оттягнулись. У двоих с Дашкою я была снервованная. А я нах, не бы ты спокойная, она вот смеялась. Мы шли до хлопца, я гибу уголовным светкою обвинувачивания. Потерпел и ты выживший. Дашкин муж ножом зарезал его приятеля. А я его родовал документ в кишени над сердцем. Дашкин муж сядел в гусеза, а мы с Дашкою и шли до этого хлопца просить лидостей. Просить каплин сирчеву, что сябра ягоды сукаю был. Что хотел до Дашки с погрозами. Что перши достал нож, что хотел ударить. С собой размогу в родном доме и непамятную. Я стоялся в уголе на гаупцах жакала. Бо не помню, а не того, потерпелого светку. А не стричок, не жалю, не полягчение, не сором. Дашка тогда была уже, мозг надежарная. И может, раз гэт эту муж отримал только восемь годов. А про сколько час у нас в шарм доме на суперть? Отбывалось я нечто, про что я не буду рассказывать. Бо там не было ни забойства, ни стропа, ни распочи. И ничего в уголе капли особо значального. Просто так. Не почувствуйте. Вот некие глупства. Просто так. Некие слова, руки, эмоции. Я живу теперь, недалеко от этих двух домов. И я маль, что день по межиме иду, альбо еду. А маль, что день иду, альбо еду межиме. Иду, альбо еду. Про нечто иншее, думаю. Убил тебя сковородкой, Поредушил подушкой. Насыпал в твой творожок крысиного яду, Который распространяли среди жителей вашего подъезда Навязчивые дилеры из городской санк-станции Две маленькие, толстые, а третьи молодая. Столкнулась с ледевого, когда ты была окном, И попросила придержать. Привез на море И, предлагая научить плавать, Попросил снять, пожалуйста, Обручальное колечко. Это стихотворение называется «Судьба». Я купил машину, чтобы ездить на кладбище к бабушке, Потому что мне приснилась записка, Где почерком бабушки Было написано слово «сволочь». Бабушка не говорила этого слова при жизни. Я купил машину и стал посещать кладбище. Регулярно после каждой зарплаты Я ехал на кладбище. Оно в трехстах километрах отсюда, кладбище. Но я не жалел времени и бензина. И однажды, когда я возвращался от бабушки, Я увидел девушку на дороге, Похожую на бабушку молодую мою. Показалась мне эта девушка. Я подобрал ее и потом женился. Помнишь, во времена делицита Все стояли за сапогами. Никто даже не знал, какие дадут сапоги. Знали только, что женские. Самые активные члены в очереди Составлялись прочих длинные списки. Каждый получал номер. Должен был участвовать в перекличке. Все хотели купить сапоги. Без сапог было никак нельзя. Для детям случалось даже ночевать в очереди в магазинах. Однако сапог всегда не хватало. На середине очереди они заканчивались. И тогда задние, кто стоял двое суток, Кричали по одному сапогу в руки. Но продавцы их, конечно, не слушали. И кто-то получал свои два сапога. Хватал коробку. Примерять было некогда. И счастливый покидал очередь. Тебе не кажется, что как-то так же Все стоят в очереди за любовью. Никто не знает, как она выглядит. Но выстраиваются. И надеются. Тогда он сказал Просто иди вперед Больше не беспокойся, что кто-то окликнет Слушай, как птицы поют, как река течет Собирай цветы Клади в рот землянику Просто иди вперед Наслаждайся шагами Чувствуешь, какая теплая под тобой крова? Бери сколько хочешь воздуху Задерживай дыхание Все их собою делай, что тебе нравится Не останавливайся Не останавливайся Смотри, как горит закат Двигайся в любом темпе Медленно, быстро Пой Кричи Слушай, как течет река Когда забудешь, что я позади Я быстрее А это стихотворение про время Как я огубляю тебя Губляю тебя Намагаюсь Утримать Чапляюсь Заговую речи Позначенные тобой Я ныне мое Твое Я только оховник Як ты выходишь С кожным рухом моим С кожным уздыхом Кожным узклипом моим С кожной хвилиной Тебе застаётся Меньш Кому б я не молилась Ничего не зменишь И я не ведаю Як говорись Про это Одна поэт Написала Сквозь руки Жарящие котлеты Когда кто-то другой Любит того, кого любишь ты То это невыносимо И кажется несправедливым По логике текста Здесь должно быть какое-то но Но я не знаю, какое И его здесь нету Одиннадцать лет Чему только не учили Валентность Зибота Хосинус Апрельские тезисы Надевать противогаз Быстро и чтоб не порвался Потому что смысла нет В дырявой резине Ки? Эдюстер Вису журдви Вскакиваешь Жюстью Я Вечно дежурный Помнишь По любви Перешла из А в Г Прилетела классная Схватила тебя за галстук Повертела тебя на нем Перед лицом товарищей В тишине Алый звенящий Проговорила Предала класса Значит предаст Родину И пепел класса В сердце вошел Без стука Столько лет учили Ерунде всякой Каждое утро Этот подъем Бутербродик Раздевалка Первый звонок Сменная обувь Но кто Из прилежных самых Полных усердия Из тех Кто досидел До звонка последнего Кто из них понял Что с этим делать дальше Со своим странным Отдельным от мира Телом Ты обычная рыбка Такая как я С головой и хвостом для ухи Но ты мудрая рыбка Не то что я И не попадешь в уху Потому что одна Старая рыба Сказала тебе секрет Разве ты птица Что поклевать? Никогда не клюй Никогда Малыш Ты боишься остаться один Не бойся, малыш Останешься Со всех сторон Окруженной людьми Которые будут требовать Не журеть Выполнять задания Поступать Своевременно Как на духу Рассказывать Спасибо Спасибо, доктор Спасибо, доктор Больше я не один Уже на доске разделочной Я лежала И он уже Занес надо мной Жгучую сталь Я подумала Вот тот случай Когда Бессмысленно переворачивать Воображение Песочные часы Потому что песок Не истечет Потому что Вот она Общая точка Конца и начала Я подумала Аллилуйя И кровь хотела На волю Из переполненной Камеры Но сверху сказали Хватит Ты выдержал Испытание Он опустил Сталь виновата Я подумала Черт Опять эта сука Черт Столько бройлеров А ты одна Столько тюльпанов А ты одна Столько лоукостов А ты одна Столько бестейлеров А ты одна Столько шкафов Купе А ты одна Столько пластиковых окон А ты одна Столько Паритников Из гранита А ты одна Столько тренингов Для успешных Женщин А ты Одна Кричал, что любит Этот салат Что почему его Редко делаешь Делай Делай такой салат И если хочешь Чтоб я питался А то делаешь Делаешь То, которое Я не люблю А потом Оно стоит А потом Выкидываешь А я Хожу Голодный Злой И вот Сделала Такой салат Такой салат Целую миску Большую миску Такого салата Как раз Того Который он любит И вот Стоит Это целая миска Миска салата Стоит в холодильнике Четвертый день И пора Выкидывать А он Голодный Ходит И злой Когда то, что давит Превращается Превращается в буквы То, что сжет Превращается в буквы То, что будет в ушах Что углушает Что пронзает Как крюк Для подвешивания туш Что холодит Как инструмент Гинеколога Что удушает Как черемуха Что сжимает И разжимает Когда все это Все это Все превращается В буквы Смотришь на буквы Думаешь Это буквы 29 октября Кончилось А ты не сфотографировал Когда подумал об этом Расстроился И плакал невидимо В душе своей Но она поняла Что плачешь Сказала Что значит Кончилось Нет Никакого 29-го Нет Никакого Августа Есть Длинное Длинное Сегодня И перерыв Перерывы На сон Есть Длинное Длинное Сегодня И перерывы Перерывы На сон ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Собина Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...